Для нашего назидания я буду читать Ивангелие Марка, 11 глава, с 12 по 26 стих, выборочно. Марка, 11 глава, 12 стиха и ниже, даже с 11. На другой день, когда они, то есть Иисус и ученики, вышли из Вифании, он взалкал и увидел издалека смоковницу, покрытую листьями, и пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя, а от тебя плода вовек. И слышали то ученики, когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидел, что смоковница засохла до корня. И вспомнил Петр, говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит ему, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, «Если кто скажет, горейся и поднимись и вернесь в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не просите в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И когда стоите на молитве, вы прощаете. Если кто имеет на кого, дабы Отец ваш Небесный простил ваши согрешения. Если же не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Я хотел бы продолжить ту тему, которую Тимофей Ельчининов начал в прошлое воскресенье. Это о вере, способной двигать горы. И у меня вопрос для всех нас, братья и сестры. Почему мы до сих пор не способны двигать горы? Было начало этой темы, веры не хватает. Веры не вообще, но не хватает веры Богу, который способен двигать горы. Кстати, есть даже культы, которые создают, что есть некая вселенская энергия, которую человек может, и они знают, мол, мы знаем ключ доступа к ней. И уверенно, без сомнения, если входить в эту сферу, можно подключаться к этой энергии и управлять материальными объектами. Все это, конечно, заблуждение и выдумки. Тем не менее, Совещенное Писание говорит как раз именно это. Что если бы у нас была правильная вера, вера Божья, то мы могли бы горы сдвигать. Сказали бы горе, и гора перенеслась бы в море. Интересно, почему до сих пор этого никто не сделал? История идет, верующих много. Мы одних из тем. Это история Тима, когда он пытался по воде ходить и просил, Господи, дай мне веру, я не сомневаюсь, не сомневаюсь, пошел, только что не замолчил. Многие из нас пробовали. Даже были некие культы, когда люди практиковали святым, некоторые даже утонули. Потому что на мелком пробовать, как Тима попробовал, это легче. Они говорили, это надо, чтобы вера была на глубоком месте, на опасном месте. Вот тогда на настоящей вере нужна. Они пробовали, утонули. Интересно, я Тимофея спросил, недавно, на встрече было субботу утром, говорю, Тима, скажи, как тебе кажется, почему никто до сих пор в истории христианства горы не двигал? Интересно, мне было услышать его ответ. А он говорит, а зачем? Интересно. С одной стороны мы можем, и с другой стороны никто еще этого не делал. Хотя с другой стороны было бы интересно, правда? Если в нас действительно, то ли с нашей верой что-то не то, то ли мы с текстом что-то неправильно понимаем, но сама идея о том, чтобы верой двигать горы, довольно неплохая. Вы представляете, хотя бы часть из нас могла бы это делать. Как бы наша жизнь упростилась. Ну, например, если бы я мог это делать. Вот мне был вот тут две недели, я занимался лендскейпом. Двигал, я посмотрел, каким трудом мне удавалось несколько фитов прокопать. И когда приехал экскаватор, как он легко, эта лопата как помасывала. Думаю, если бы я так мог. Так посмотрел, и оно задвинулось. Я смотрел за лопатой экскаватора, оно как бы чудом все делалось легко. То, что мне давалось потом. Думаю, как было бы неплохо. Вы представляете, я бы это сделал. А если бы вы меня во время этого действия застали, вы представляете, какой ажиотаж был бы? Вот наш пастор говорит. Он встал, и у него земля двигается, все встало. И не важно, что бы я сказал, вы бы мне поверили. Так устроена человеческая природа. С другой стороны, если бы кто-то из вас какая-то часть умела делать, проклинать смоковницы, двигать горы. Не знаю, у соседа, наверное, все высохло. Я не знаю, возможно, и в моем огороде все бы пересохло. И мой дом передвинулся на самое неудобное место. Вполне возможно. Ведь мы, то, что мы можем, мы обязательным образом используем для корости. Вот мы умеем сказать правду или неправду? Пользуемся. Умеем хитрить и поступать честно? Хитрим. Мы можем поступать благородно или низко? Бывает, поступаем низко. И если бы у нас была способность двигать горы, мы бы двигали. Конечно, двигали в лучшем случае улучшить жизнь человечества. Но, скорее всего, мы бы такой беды наделали. Кому-то бы захотелось Маунтхуд поближе, чтобы был. Очень серьезные вещи. Есть многие вещи, которые, по сути, отец мог бы отдать своему ребенку, но определенные вещи до времени им не дают, хотя это элементарные вещи. Никто из отцов, во всяком случае, в здравом уме, не дает своему ребенку, сыну своему, проводить опыты с бензином. Или с гранатой. И еще с чем-нибудь. С какими-то ядовитыми веществами. Это просто. Отец может запросто ответить. Но есть определенный возраст элементарных вещей, доступных, возможных для ребенка, которые ему непозволительно, потому что он не вырос. Где-то, я понимаю, в этой сфере находится ответ на тот вопрос, почему география от времен пришествия Христа приблизительно остается той же. И Отец Небесный не спешит. Двигать горы по нашей просьбе. Хотя, в принципе, это довольно просто. С другой стороны, братья и все. Мы очень похожи на учеников. И в каждой ситуации мы обращаем внимание на удивительное, хотя оно второстепенно, не имеющее никакого значения. Вот в этом случае Иисус Христос был в храме. Был торжественный вход. Все восклицали Асанна, благословен грядущего имя Господне. Постилали одежды. Ученики вспомнили, что так написано. Был торжественный вход. Был определенный конфликт Иисуса Христа с начальником народа иудейского. Там, в зале. Когда он стал выгонять этих торговцев. Он говорит, домом молитвенно речется, а вы его сделали вертепом разбойников. Было это. Было самое святое место, и в этом месте было запустение. И после этого Иисус проходил возле маковницы. Он искал плода. Но плода не нашел. И сказал, да не будет на тебе плода вовек. Что интересно, из всей этой истории Петр обращает внимание. Господи, смотри. Смоковница, которую ты проклял, она засохла. Ну мало ли сухих деревьев вы видели в своей жизни. Конечно, удивительно, особенно в том, что по слову засохла. Но само действие, что она засохла, неудивительно. Я даже знаю по именам нехотых женщин, которые очень быстро все засыхают. Не буду называть ними. Меня предупреждали больше не говорить. Но мы как ученики обращаем внимание на то, что второстепенно. То, что само по себе не чудесно. Как-то в одном, в другом случае ученики пытались изгнать беса. А Христос был на горе преображения. Он когда спустился вниз, и они говорят, учитель, когда Иисус изгнал этого беса, и ученики спрашивают, а почему мы не смогли этого делать? А он говорит, по неверию вашему. Потому что если бы у вас была вера с горчичным зерном, вы бы сказали, горейся и вернись в море, она в вас послужит, не то, что бес. В другом случае Христос разговаривал с учениками, и он говорит, когда согрешит против тебя брат твой, прости его. Это тот контекст, когда Христос говорил, ученики спрашивают, сколько раз прощать брата моего? Когда придет брат твой, прости его. Если семь раз придет, прости его до бесконечности. А ученики слушали это и говорят, Господи, умножь вас веру. Обратите внимание, Господь говорит, если брат согресит, многократно, прости его. А ученики говорят, с этим понятно. Давай поговорим о чем-то более важном. Господи, умножь нас веру, вот вера у нас маленькая. Вы представляете, как она звучит? Когда ребенок переводит отца или мати, говорит, ему объясняют, папа, хватит, давай об этом. То самое делают ученики. Они говорят, Господи, умножь нас веру. В контексте того, что он говорил, прощайте до бесконечности. И тогда Иисус, отвечая им, говорит, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, вернись в море и не усомнится в сердце в том, но поверить, что сбудется, будет ему, что не скажет. Он говорит, имейте веру Божию. Если будете иметь веру, хоть горчичную зерну, умножь нас веру, а он ему говорит, имейте веру Божию, то есть там нечего умножать. Ее сначала надо иметь. И эта вера должна быть Божьей. Почему Христос так отвечает? Думали, когда-нибудь надо иметь? Ученики уже просят, умножь нас веру, а он говорит, умножать не надо. Ее сначала надо иметь. Вы думаете, ученики были против иметь? Они же как раз этого просили. Или вы против? Или я против? Или мы против того, чтобы у нас была вера в Божье? Вера в горчичную, пусть маленькое, горчичное зерно, но когда она совсем маленькая, как горчичное зерно, ей достаточно, чтобы горе двигать. Разве мы против? Разве вы не хотите иметь эту веру? И я не хочу. Конечно, хотим. Но время проходит, география остается той же. Горы мы не двигаем. Знаете, это интересный вопрос. И вопрос важный. Где же взять эту веру? Правильную. Давай не начнем правильно. Не будем просить умножать. Но будем говорить о том, что нам нужно иметь веру правильную, Божью, начальную, живую. Где ее взять? Потому что каждый раз Господь возвращаетесь именно к этому. Умножать не надо. Ее надо иметь. И она должна быть вера Божья. Она должна быть от Бога. Она должна быть живая. И все мы хотим, чтобы иметь именно такую веру. Хотя, когда мы говорим о вере, почему-то мы измеряем вот эту веру. Мы сразу вспоминаем горы. Чтобы что-то засохло. Чтобы что-то передвинулось. Чтобы что-то с неба сошло. Вот как-то мы устроены. Рассуждая о вере Божьей, мы имеем в виду эти вещи. В то время, как Господь говорит, что двигать горы, лишать жизни что-то, передвигать географию, это самое малейшее, что может делать вера правильная. Если бы ваша вера была с горчичное зерно, то вы бы двигали материю, вы бы ее переставляли, как хотели. Это самое малейшее. Хотя Павел, пользуясь человеческой логикой, говорит, если я имею всю веру, так что горы могу передвигать. И в нас складывается впечатление, что вся вера, предел веры, это когда верой мы можем горы двигать. Это Павел использует человеческую логику. Потому что дальше он скажет, если любви не имею, то я ничто. Моя вера ничего не значит. Христос объясняет, что это удивление, которое ученики вызвало, что засохла смоковница, говорит, не удивляйтесь. Если бы у вас была вера Божья, самая маленькая, то вот это даже гору сдвинуть, это обычное дело. Тогда что получается? У нас ее вообще нет? Если ничего не двигается? Я не знаю. Достаточно ли я вас озадачил, чтобы начать думать об этом? Я хочу обратить внимание, что мы здесь на земле, мы находимся в своем детстве. Мы находимся в детстве многие вещи возможны для нас, но они второстепенные. Есть другие приоритеты Отцом Небесным предназначены для нас. И определенные вещи, которые легко возможны для нас, как для детей Божьих, чем не менее, Отец Небесный выставляет другие приоритеты нашего духовного развития. Нужно обратить внимание, что Иисус Христос пришел в теле человеческом не только пострадать и искупить нас, но показать тот тип нового творения, нового человека, который имел в виду Бог от начала. Показать того человека, который во плоти, обычной человеческой плоти, но он находится в тесном контакте с Отцом, он уважает Отца, он щит Отца, он верит Ему, и Отец Небесный доверяет Ему. Как-то Белигрейма спросили, говорит, вот вы, Господь, вы, наверное, у вас очень сильная вера, что вы совершили такое большое служение. Да нет, это великий Бог, который по какой-то причине мне доверяет. Между Христом, в котором сказано, Сын Человеческий, Представитель Человека, Истинный Человека и Отцом Небесный, была эта нормальная, добрая связь, и для Него ничего не было невозможного. Надо остановить бурю, она останавливалась, надо было идти по волнам, он шел, надо было воскресить мертвого, он воскрешал, надо было изгнать беса, который что-то пытался сказать, он замолчевый, и он вышел, надо было, чтобы сухое ожило, оно оживало, все, что Ему нужно было, если бы Он сказал горе, передвинься, она передвинулась. Мы видим тип нового человека, созданного по Богу, показанного чуть-чуть, показанного чуть-чуть, в личности Иисуса Христа, даже воплоти. И когда этот Иисус, сын Марии Иосифа, сын Давида, был воскрешен, преображен в новом теле, и восстал в новом теле, когда дана мне, сказано, дана мне всякая власть, на небе, на земле, у меня есть ключи ада и смерти. Вопрос не идет о том, чтобы горы двигать. Это мелочь. Весь вопрос только в зачем, в целесообразности того, что Он делает. Писание говорит, что Дух Божий, который живет в нас, Он преобразит наше смертное тело, чтобы оно будет сообразно славному телу Иисуса Христа. Писание говорит, что мы в тысячелетнем царстве, вместе со Христом, а потом вечно, будем царствовать на этой земле, в новом теле. Мы более подобны Иисусу Христу. У нас будет разум, у нас будет мораль, у нас будет достоинство, у нас будет общение с Отцом, подобное, которое есть у Иисуса Христа. И мы будем править Вселенной, Богом созданной, имея огромную, неограниченную власть. Но эта власть будет соразмеряться с нашим духовным возрастом и с нашим духовным, нашим нормальным, добрым отношением с Отцом. Когда мы чтим Отца, и Отец любит нас, мы любим Отца и любим друг друга, и мы живем в этой семье, мы преображенную в новом теле. И двигать горы, сдвигать планеты, оживлять или умерщвлять, это будет самое меньшее, что Дитя Божие будет делать на этой земле. У нас заложен этот потенциал, но пока мы на пути. И вопрос веры для нас очень важный. И вопрос не в том, чтобы веры, чтобы экскаватор не нанимает, чтобы лайнскейп сам делался, или упрощать жизнь. У нас есть другие приоритеты, полеважные, которые нужно прежде освоить. Вы знаете, как детям маленьким родители прививают определенные качества характера. Скажи спасибо, скажи здрасте, до свидания, убери постель, дали конфету, поделись с родителями. Идет формирование морального образа, морального характера ребенка. Многие вещи, принадлежащие этому ребенку, и отец легко мог бы выполнить, ему отец не дает. Потому что приоритеты другие, формируется что-то более важное, прежде чем то, что элементарно, будет доступно для этого человека. Я же вам рассказывал эту историю, я все свои истории уже порассказывал. Когда отец мне говорит, ну смотри, только я помню, мы построили дом на окраине, только электричество провели. И мне отец говорит, смотри, сынок, в резетку не лезь, убьет. Ушел отец. И я думаю, как оно меня убьет? Чего-то оно из этих дырок будет на меня прыгать. Но я помню, на всякий случай, я говорил, пальцы туда не суй. Хоть я понимал, что я туда пальцы не могу всунуть. Но я все-таки на всякий случай скрутил проволоку, взял деревянный пистолет, свернул два провода, вижу там две дырки, и засунул. Сверкнуло все. Папа приходит, говорит, ты в резетку лез, я говорю, нет. А почему пробки сгорели? А как ты знаешь? А мне казалось, я так все хитро сделал, я здесь ни при чем, пистолет выбросил. Говорит, сынок, я вот там был в поле, а наш дом на окраине, я видел, как мигал свет, и включал, выключал, и видел, когда он потух. и вот пробки, которые сгорели, даже не знал, что они существуют. Вопрос не в том, что я не имел права, не моей резетки было. У меня еще сознания не было. Пользоваться элементарными вещами, которые мои, не сложные, я еще не вырос. Поэтому я хочу обратить внимание на этот приоритет. И прежде всего, Писание говорит, что без веры, вера должна быть жива, от Бога. Без веры угодить Богу невозможно. Невозможно. Когда придет Сын Человеческий и найдет ли веру на земле, у нас должна быть вера. И вера настоящая, Божья, живая, которая не обязательно будет двигать горы, но она будет делать большее, чем движение гор. И до времени география останется на том же месте. Хотя Господь будет через нашу веру совершать дела большие, чем засохшая смоковница или изменение географии вокруг нас. Писание говорит, что вера откуда берется? От слышания. Вера от слышания. Слышание от слова Божьего. Обращаем внимание, что ребенок маленький, и у него есть чувство страша. Он поднимается на ступеньку, на четырех, чтобы не упасть. Он поднимается, именно у него есть чувство страха подходить на край высокого чего-то. Он боится. Бывает определенный момент, может, в вашей жизни было, когда отец говорил, я поднялся чуть выше, обычно я оттуда не прыгал. Отец говорит, прыгай, сынок. Я говорю, нет, нет, я разобьюсь. Прыгай, я тебя поймаю. Было у вас такое? Этот момент веры. Этот момент веры. Это момент общения с отцом. Момент, когда мы, вопреки того, что мы знаем, верим. Я знаю, когда-то мой брат мне рассказывал, залез на высокую грушу, на самый верх. И его ругать нет смысла. И была определенная высота, отец ему сказал, прыгай. Кто-то его поймал. Общение с Богом, общение с Словом производит веру. Это сверхъестественный процесс, когда вопреки очевидному тому, к чему мы привыкли, формируется в нас вера в вещи, которые мы не понимаем до конца. Это живая вера, и мы направляем свою жизнь в определенном направлении, вопреки выгоде, вопреки логике, на основании веры, которая формируется от общения с Словом. Эта вера постепенно, медленно формировалась в учениках, когда они общались со Христом. Обратите внимание, этот процесс очень медленный. Они ходили, они слушали, они слушали. Он уже воскрес, уже явился, и он пришел, и он упрекал их за неверие и жестокосердие. Этот процесс формирования веры, он медленный. Человек, который общается с Богом, познает Бога, он развивает свою веру. Вера пробуждается, слово, она крепнет и развивается от общения с Богом, с Его Словом. Но наша проблема в том, что никто из нас не может общаться с Богом напрямую. Мы не можем видеть Бога, как Он есть. Как-то Христос сказал фарисеям, которые с ним спорили, он говорит, вы не видели Отца, вы не видели лица Его, вы не видели голоса Его. И если бы я сказал, что я не видел и не слышал, то я был бы подобный вам лжец. Я видел Его лицо, я слышал Его голос, и я знаю, что я говорю, и Он говорил уверенно. И Его жизнь идет, посмотреть с нашей точки зрения, 33 года на кресте. Что, успешно? Он был настолько доверял своему Отцу, Он понимал, в руки твои придаю жизнь мою, отче, и ушел достойно. Это образ человека, который доверяет Богу. Но мы напрямую не можем видеть Бога, потому что мы грешники, мы еще в этой плоти. Это все равно, как если бы мы смотрим на солнце. Я вот вчера попробовал, рассуждал, попробовал и так посмотрел на солнце, но на него невозможно смотреть. Посмотрел настолько ярко, что его смотреть невозможно. И чтобы узнать, из чего оно состоит, ну, были большие деньги, на космическом аппарате можно ближе приблизиться. Но мы знаем, что мы не можем достаточно близко приблизиться к солнцу, чтобы его исследовать, чтобы узнать, из чего оно состоит. Мы не можем. Поэтому это свет поедающий. Это слишком огромная энергия, слишком мощный свет. Мы можем изучать то же самое время в свет. По картинкам, фотография, видео. Снято, которое уменьшает его яркость миллионы раз. Мы можем смотреть. Мы можем даже отчасти видеть эти магнитные бури, вспышки, взрывы на солнце. Мы можем видеть видео, но оно по яркости не то, что на солнце. Оно во много, во много раз меньше. Мы можем изучать солнце, читая о нем. Мы можем знать многое о солнце, рассуждая, читая о том, как устроено солнце, как оно работает, для чего надо. Таким образом, непосредственно мы не можем приблизиться к солнцу, мы не можем прикоснуться к солнцу, но в то же время мы можем знать очень много о нем. Что-то подобное происходит в Священном Писании. Что Господь открыл свое слово не просто на страницах Священного Писания. Он открыл его в личности Иисуса Христа. И эта личность, Иисус Христос ходил по земле, как святитель прямого общения с Богом. И свое учение, свои переживания, свое понимание жизни, приоритеты жизни, он записал, точнее ученики записали в Евангелие, в посланиях. И для нас это слово Божие. Другими словами, если бы мы встретились с Богом, один на день, если бы мы могли его видеть, и сказал, Господи, что ты хочешь от меня в этой жизни? Для чего я здесь на земле? И Господь все, что Он бы нам лично сказал, читай Евангелие, читай послание, читай Новый Завет. Это все, что я хочу, чтобы ты услышал. И это все, что я хочу, чтобы ты узнал и рассуждал об этом. Нам бы сказали точно то же самое. Если бы мы ходили с учениками за Христом буквально, мы бы услышали то же самое. Были бы те же самые истории, были бы те же самые выводы, было бы то же самое. Я так тому говорю, что слово Божие оставлено для нас, оно оставлено для нас, как сверхъестественный источник. Попробуйте, когда вы подавлены, когда вам тяжело, помолитесь, заставьте себя читать Слово Божие. Начинайте читать. Оно сразу не происходит, читайте, просто читайте. Вы увидите, как душа начнет успокаиваться. Определенные вещи не понимаете. Определенные вещи надо, чтобы кто-то истолковал. Пропускайте это. Там будет достаточно того, что вы сразу понимаете. Читайте его. И вы увидите, как душа оживет. Нам нужно исследовать Писание, общаться с Священным Писанием и воплощать его в жизнь. Потому что человек, который видит, считает Слово и не исполняет подобен человеку, который смотрит на себя в зеркало и уходит, забывает. Но человек, который слышит и исполняет подобен человеку, который построит дом свой на скале. Братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание в этой связи, что мы не сможем просто «Господи, умножь мне веру» и ждать ответа. У нас есть средства. Вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Сейчас у нас есть этот трехмесячный проект. Хочу спросить. Мы с первого начали. Каждый день одна глава с Евангелия, две главы с посланием. Как много из вас это сделали? Ах, можно не читать. В середине вечером сказали, «Господи, умножь вам мне веру». Огонь появится, свет появится, и вера фонтаном будет бить, да? Не будет так. Не будем читать, не будем вникать. Не будет веры. Не будет она развиваться. Ученики говорят, умножь у вас веру. И мы говорим, а Господь говорит, в Писании изучайте. Обращайте внимание, что я говорю. Если кто-то еще не начал, сегодня возьмите эти программки и завтра, сегодня начните. Но разница в отчем. Что если первого числа нужно было читать одну главу из Евангелия и две главы с послания, то сейчас как? Арифметика как у нас? Две главы из Евангелия, и четыре главы из послания. Обратите внимание, что это вещи возможные. Это то, что мы можем сделать. Нужно себя организовать, завести блокнот. Лучше, дорогой. Это очень важный процесс. Выработать привычку читать Писание и выписывать. В этой программке написано, что говорит о церкви, что Господь требует от нас, какая наша цель. Выписывайте. Сделайте это простое дело. Это я могу любить. Вот если в гору сдвинуть, мы пошли посмотрели. Сверхъестественное то, что Бог дает, это вера. Вера, которая предназначена для нашего спасения. Она происходит от изучения Священного Писания, от общения. Да, конечно, сердце ваше оживает, когда мы решим о слове. Вы идете в собрание, сердце оживает, но оно ожило и потухло. Нужно непосредственное общение со словом, изучение, и должна быть привычка ежедневная. Давайте воспользуемся этой возможностью и начнем сегодня. Кстати, здесь программка, где у нас есть дополнительный к этому, есть библейские группы. Подойдите Юре Кулику, руководителям групп, говорит, я хочу вместе с вами, ведь мы как-то одному не получаем. У вас не получается в другой группе? Читайте неделю. Один день всей семьей заберите и порассуждайте. Сделайте свою семейную группу. Позовите соседей, сделайте это один. Не на ничего сложного. Вот я вот почитал, я для себя прочитал вот это, это и это. Церковь это вот это и это. Господь требует от меня вот это. Мне это трудно, а это легко. И цель, как мне кажется, исходя из этого. Поделитесь просто, помолитесь, разойдите. Вы увидите эффект. Сделайте. Иногда мне кажется, братья и сестры, что я глаз вопиющий в пустыне. Услышьте. Это важно. Веру надо иметь. Вера не умножается просто по просьбе. Вера формируется от Слова Божьего. От слышания Слова Божьего. От рассуждения Слова Божьего. Подчинения Слова Божьего. Один из методов. Давайте мы сделаем три месяца. Вы увидите. Один раз. А что со мной произойдет? Три месяца. Всего три месяца. Прочитаю весь Новый Завет. Вы увидите изменения. Если это чтение будет намеренное и ежедневное. Я хочу задать вопрос, который для нас очень важный. Что каждый раз, когда ученики восхищались второстепенным. Почему не могли беса и знать? Почему засохла смоковница? Они не могут. Почему Христос ходит по волнам? Они не могут. Каждый раз Христос переводит разговор на другое. Более важное. В этом тексте, где он говорит, если вы имели веру Божию, вы сказали горе сей, она вас послушала, верилась бы в море. И когда вы молитесь, верите. Писание говорит, что мы верили, когда мы молим о Боге. Но нужно общение с Богом, чтобы мы у Бога глупостей не просили. Нужен определенный рост. Поэтому он дальше, омолясь. И когда вы молитесь, общайтесь с Отцом. Прощайте других, если вы имеете на них что-то. Чтобы и Отец Небесный простил вас. Если вы не прощаете, то и Отец Небесный не простит. Смотрите, что Господь делает. Если в первом случае Он говорит, когда придет ближний семь раз, согрешит, прости его. А ученики говорят, у нас надо веру. Говорит, да веру надо иметь. Если бы вы имели веру в Божию, вы бы в горе сказали сдвинулась. В этом случае Он говорит, смотри, засохла. Он говорит, да если бы у вас была вера в Божию, вы бы в гору сдвинули. Не то, что эту смаховницу засушили. Но тут же переводит, когда общаетесь с Богом, верьте. Но при этом помните, есть гора, фигурально говоря, которая более важна, чем просто материальная гора. Есть гора милосердия. Есть гора гнева Божьего. А молясь, помните, что Бог ищет плоду. Он ищет, когда мы с Ним общаемся, входим в церковь, читаем Священное Писание, чтобы характер у нас менялся. Мы не можем до бесконечности читать Священное Писание и хоть чуть-чуть не быть похожим на нашего Учителя. У нас должен быть характер, не просто набор доктрин. Мы по характеру должны быть похожи. В том, как мы относимся к близким, к родным, к друзьям, к врагам. Оно должно быть. И один из признаков говорит, а когда вы молитесь, вы вспомните брата своего, который на самом деле не просто на ногу наступил, что-то серьезное. Простите. И почему? Чтобы сомним остаться в милосердии Божьем. Для нас более важная задача не горы двигать, не деревья сушить, а остаться в сфере милосердия Божьего. Потому что наша более важная задача, пока мы в этой плоти, пока мы гречники. Вопрос не в том, насколько удивительно мы можем делать и мир удивлять. Вопрос в том, что Бог может не через нас делать прежде всего, что для нас Он должен делать. И мы можем продолжать жить, если Бог нас милует. Гора может сдвинуться тем путем или другим. Но если мы потеряем милость Божью, ничего не изменится. Будет хуже. Господь ожидает от нас плодов, братья и сестры. Ведь эта смоковница не просто засохла, ведь она ему не понравилась, чтобы плодов не было. Там был контекст. Он пришел в храм. Люди, которые одни кричали, благословен, грядущие во имя Господня, а другие говорили, что видишь, что они делают, запрети им. И тогда Господь сказал, если они умолкнут, камни возопьют. Неужели вы не читали? Это был храм, храм избранного народа, в который должно призываться, восклавляться имя Божье. А этот храм превратили в вертеп разбойников, где торговали, где поставили людей в невыносимые условия, когда они не могли купить нигде в другом месте, только в тридорогом храме. Это было определенное жестокое, немилосердное отношение к бедным, к язычникам, которые по какой-то сверхъестественной причине захотели пойти в еврейский храм, невзирая на эти все препятствия. И Господь видел, что израильский народ не стал тем, кем он должен был быть. Начальники народа, фарисеи, книжники, они не стали такими, как они должны были быть. Не было плодов, характера, которые Господь ожидал в них. И когда он увидел эту смокомницу, он проклял ее, как прищence для учеников. Но более удивительно не в том, что она засохла. Не в этом более удивительно. Это второстепенно. Более удивительное чудо, что фарисеи не засохли, что книжники не засохли, что народ еврейских не исчез. Более удивительно, что ученики, которые особенной плодами еще не отличались, что они не засохли, как эта смокомница. Большее чудо, что мы с вами не засохли. И уже в который раз слышим, Господь ожидает плодов. Каких плодов? Список. Плод же Духа есть, радость, мир, долготерпение. Есть перечень список. Когда последний раз мы брали этот список и смотрели на свою жизнь? Можем говорить о чем угодно, но невнимательно изучать этот список. И большее чудо, что мы с вами не засохли. Может быть, кто-то начал засыхать. Но Писание говорит, пока мы слышим, молясь, прощайте. И не просто в прощении. Когда мы общаемся с Богом, у нас должны быть те качества, характеры, которые доступны нам. Мы хотя бы должны делать то, что мы можем. По мере того, когда мы делаем то, что возможно, и Бог делает невозможное. Господь ожидает от нас плодов. Мы ходим в церковь. Мы называемся смековницей. Если бы это была верба, она бы осталась до конца своей жизни. Но это была смоковница, от которой ожидали плоды, путники, проходящие рядом. И потому она была проклята. Господь удобряет нас, терпит нас, прощает нас, дает нам жизнь, ожидая плода. И плод, прежде всего, это наш характер меняющийся, который становится похожим на характере Иисуса Христа. Совершите достойный плод покаяния. Первое, что Бог ожидает от человека, который слышит его слово, не горы двигать, это потом будет. Плод покаяния. Бог ожидает от человека. Ты понимаешь, что ты грешник? Понимаешь, что Бог святой? Понимаешь, что я жизнь конечная? Понимаешь, что всему этому рано или поздно придет конец. Господь скажет, довольна. И закончишь жизнь. Бог ожидает плода покаяния. Сейчас у нас сегодня, кстати, будет продолжаться беседа о крещении. Люди будут вступать в завет с Господом. Не тяните с этим делом. Если вы понимаете, что вы грешники, что Христос умер за вас, а вы тянете, чтобы пожить получше, свободу, а потом при нему крещение, благодать Божья может отступить. И Господь больше никогда не спросит. Постепенно засохнет. Есть определенные плоды характера нашего, братья и сестры, которые есть, должны быть у нас, но мы не меняемся, говорим о чем угодно, но не сосредоточены конкретно на развитии этих плодов. А почему они не развиваются? Веры нет. А почему нет веры? Слово Божье не изучаем. А если изучаем, то критикуем. Если изучаем, то не выполняем. Братья и сестры, сегодня для нас вопрос не в том, почему мы еще не способны двигать горы. Но почему, почему наши плоды, наш характер меняется так медленно? Вполне возможно, что мы Слово Божье не изучаем достаточно. Вполне возможно, мы не воплощаем элементарные, простые вещи. Сегодня. И поэтому вера не растет. Не растет вера, не растут плоды. Сегодня в день хлебопреломления мы вспоминаем Господа нашего. Он творил многое. По воде ходил, воскрешал, останавливал бури. Но он запомнился. Подвиг его жизни – это способность узнизиться до такой степени. Ради кого? Ради кого? Я смотрю, даже некогда им смешно. Ради кого? Ради тех, которые распинали его. Ради тех, которые отвергли его. Ради тех, которые отторгли его, опозорили его. И он, возвращая вас, скажу, Богу моему, Богу вашему. Он пришел, прощается грехи вам. Говорит, умоляю вас, милосердием Божьим, примиритесь с Богом. В Божьем подвиге. В подвиге Христа самое большое – то, как он мог пожертвовать. Как он мог пойти навстречу. Его характер нарисован для нас человеческими красками. В этот день, хребопреломления, когда мы вспоминаем Иисуса Христа, он мог бы сделать очень многое. Он мог бы поменять географию. Израиль превратился бы в святующий сад. Появились береги, водопады. Но он этого не сделал. Он сказал о великой милости Божьей, которая простерта к нам. Да поможет нам Господь сегодня. Рассуждая о том, почему мы горы еще не двигаем, сосредоточься нам в том, почему наш характер не меняется. Давайте оставим многие вопросы, которые мы не согласны с кем-то. И сосредоточимся на этом вопросе. Господи, помоги мне. Помоги мне организовать себя, исследовать Слово, вникнуть, и принести те плоды, которые я сейчас могу тебе принести. Господи, задержи свою благодать надо мной. Не говори Слово, чтобы я засох. Я понял. Прости меня. Я хочу расти. Я хочу быть подобным тебе. Я хочу быть вместе с тобой. Царствовать тысячу лет здесь на земле. И вечно с тобой, в этой вселенной, с тобой сон. Я хочу быть с тобой. Потерпи. Прости меня. Дай мне еще один шанс. Да поможет нам Господь в этом. Да будет Он прославлен в нашей молитве, в нашем сокрушении, в нашем плодоношении. Аминь. Будем молиться. Господь, дорогой. Отец Небесный. Поклоняемся. Славим Тебя. Благодарим Тебя, Господи. Совозвучающую Твою милость, Господи. Что мы еще живы. Что мы не засохли. Что так медленно наш характер меняется. Что так легко мы восторгаемся второстепенными вещами жизни. И так редко мы обращаем внимание на чудеса, которые наполнены мир вокруг нас. На чудо Твоей благодати и милосердии. Мы еще не исчезли. Велика милость Твоя, Господи. Прости нас, Господи. Дай нам должное осознание, сокрушение. В этот день воспоминания. Помоги нам особенным образом осудить себя и предстать перед Тобой в должном свете. Во имя Христа Иисуса. Благодарим Тебя. Просите. Поклоняемся Тебе. Аминь. Мы подходим ко второй части нашего богослужения, хлебоприломления, вечерей Господней. Мы будем сейчас петь псалом на далеком холме. В это время братья-служителя, которые будут совершать вечерю Господней, они выйдут для того, чтобы приготовиться. А мы встанем и будем петь вместе псалом. Аминь. На далеком холме Старый крест видит мне знак позора страданий ему. На кресте мы поем, потому что на нем был распят лучи вешних, как друг. Старый крест осудил свою еду, там покойнял встал их сердец. Я душою приму хав кресту, через него отбеду я венец. Старый крест позабыт, мир погибет, слышит, крест крестом наша сила и честь. Вечный с неба ставит, на земле в тебе жив, чтоб его на долгах отбеду я венец. Старый крест осудил суету, дал покойнял встал их сердец. Я душою приму хав кресту, через него веку я венец. Старый крест обогрет, но не страшит не он, в нем открылась на Божья любовь. крестом, креста 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 хав креста хав креста, чтоб меня искупить на греху. Старый крест осудил суету, дал покой отбеду я встал их сердец. Я душою приму на кресту, через него обреку я венец. Старый крест освещал, не кресту призывал, тот, на что я в себя даю. Паскитанье земном, перейду вечный дом, он меня венец в славу свою. Старый крест осудил суету, дал покой для устал их сердец. Я душою приму, как вискут, через него обреку я венец. Присаживайтесь. Дорогая церковь Христова, сегодня мы вместе для того, чтобы нас объединяло, объединяло общее служение, заповедь Иисуса Христа, которая оставлена нам, заповедь хлебопреломления. В посланиях апостола Павла фессалоникийцам, послания Кремленам, Коринфянам есть определенные тексты, которые идут один за другим, которые выделяются в таком масштабе, доктринально, которые подчеркивают в важность христианского вероисповедования. И один из них это вот заповедь хлебопреломления. Заповедь хлебопреломления, она подчеркивает то, что люди, которые это делают, они верят, что есть Бог, что Иисус Христос является Его Сыном, что Он совершил на земле спасение. Оно заключается в том, что Он умирал за наши грехи, что Он воскрес из мертвых. И эту доктрину уже верующие пронесли на протяжении 20 веков и сейчас 21. Мы с вами те люди, которые возвещаем то, что сделал Христос на земле. Возвещаем для тех, кто еще не принял Христа и возвещаем с теми, кто уже принял Его. И говорит здесь Павел, доколе Христос придет опять на землю, мы будем это делать. Павел говорит, что вот эта доктрина, это не просто то, что как-то в разуме человека само собой понимающиеся. Она и есть откровение Божие. И он говорит, что я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимые, сие творите в мое воспоминание. Это говорится о хлебе, который мы сегодня возносим во имя Господа, который освещается молитвой и который на основании Священного Писания напоминает нам о теле Христа, о Его человеческой сущности, которую Он отдал платой за наши грехи и беззакония. К этому телу Он присоединил нас через наше покаяние, Он назвал нас своими, прощенными, Он назвал нас детьми. И в этом семейном кругу, вокруг своей трапезы, Он общается с нами, очищая наше сердце, нашу совесть, приготавливая нас для второго пришествия. Встанем для молитвы. Боже наш милосердный, вот сейчас, когда мы возносим этот хлеб, Он говорит нам о том, что в свое время Ты послал своего единственного и возлюбленного в наш греховный мир. Мы благодарим Тебя, Христос, за то, что Ты не отступил назад, но сказал, вот иду, Отче, чтобы исполнить волю Твою. И мы понимаем, Иисус, что нелегко она далась Тебе на этой земле. Благодарим Тебя за то, что Ты, встретившись с нашей человеческой природой, с нашей греховностью на земле, показал свою чистоту и святость. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя жертвенность была, чтобы отдать себя за наши грехи, чтобы примирить нас с Богом. И мы веруем, что Ты это сделал, любя и прощая нас. И сегодня по истечении так многих веков мы благодарим Тебя за тех братьев и сестер, которые совершали это о Тебе, воспоминания того, что сделал Ты для людей. И сейчас, когда мы это делаем, мы просим Тебя, благослови и святи этот хлеб. Мы желаем, чтобы наша душа, соприкасаясь с Твоей заповедью, очистилась более и более, чтобы был очищен наш разум, наша совесть, наши отношения, был освящен наш характер, чтобы в нашей жизни было больше посвящения времени Тебе на служение, чтобы мы понимали в жизни, что мирское и что свято. Благослови, Господи, нас не просто быть прихожанами в церкви, но детьми Твоими, исповедующим Тебя Своим личным Спасителем и Господом, как видимо, так и в Своем характере. Да будет благословено имя Твое вокруг заповед Твоей и с народом Твоим. Аминь. Аминь. Своим. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Новый завет в моей крови... Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание... Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание... Мы действительно, братья и сестры, как церковь, мы помним подвиг Иисуса Христа... Пролетел месяц... Я думаю, что мы сегодня пришли, проверяем свою жизнь, взвешиваем и прекрасно понимаем, что действительно только милостью Божьей мы живы, здоровы... Только по милости Божьей мы можем приближаться к Нему, можем приобщаться к телу крови Господней... Вы знаете, недавно все мировые информационные агентства, они написали вот такой ужасной истории, даже не истории, а новости, такой печальной новости и трагедии, которая произошла в Сирии... Вы знаете, на этом видео, которое размещено в многих информационных издательствах, в Сирии боевики уничтожали двоих священников, католических, обезглавливали ножами, перочинами, просто ужасно... Когда я смотрел на это видео, я вспомнил страдания Иисуса Христа, это толпа народа, обезумевшая... Эти дети, которые стояли, и они видели эту ужасную казнь этих людей, я думаю, Господи, насколько Ты милостерден, насколько Ты любишь человечество... Я вспомнил Иисуса Христа, Его страдания, когда та же самая картина похожая... Люди кричали, распни Его, крой Его на нас, на детях наших... Вы знаете, братья и сестры, я думаю, что мы не лучше тех людей... И действительно, кровь Иисуса Христа проливалась за нас... Писание говорит, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками... Вы знаете, за этих убийц, за этих извращенцев... Действительно, Бог во плоти проливал свою кровь... За меня, за нас, Господь... Он действительно нас сделал другим, братья и сестры, это милость Божья... Что уплачена цена Его крови, Он в любой момент мог остановить... Остановить эту страшную казнь, но Он это делал ради того, чтобы я и вы жили... И жили не просто здесь, на земле, но жили вечно... Это милость Божья, и в знак благодарности, и в знак памяти... О том, что Иисус Христос сделал за каждого из нас... Мы встанем бы молиться и благодарить за чашу с вином... Отец Небесный, Господи Бог, наш Творец неба и земли, Владыка... Я искренне, сердечно благодарен Тебе за Твою любую милость, Господь... За то, что Ты отдал Своего Сына, Господь... Единственное, что у Тебя было, Господь... За нас грешных, недостойных, Господь, негодных, Иисус... Мы благодарны Тебе, что Ты умер за нас, когда мы были еще грешниками... Господь... Там и наши грехи были, Господь... Но Ты их пригвоздил к Голгофскому кресту, Господь... Ты пролил свою невинную кровь, Господь, за меня и за каждого из нас... И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты нас изменил... Подарил нам новую жизнь, Господь... Открыл прекрасную перспективу, Иисус... Это благодаря жертву Твоему Голгофскому подвигу, Господь... И мы помним, мы не забыли, Твоя церковь не забыла, Господь... И в этот день, Господь, мы это делаем в память о Тебе... Господи, отчисляя себя, Господи, с Тобою... Господи, Ты святое, мы грешны, Господь... Но Ты нас сделал святыми, Господи... В Сыне Твоем, Иисусе Христе... Мы благодарны Тебе за великую Ту честь... За эту привилегию и милость, которой Ты являешь... К народу Твоему сегодня, Господь... Благослови каждого участвующего... Господь, очисти нас, прости нас... Мы нуждаемся в Твоей милости, прощении, благословении... Освяти народ Твою, Церковь Твою, Святую... В день этого причастия... В день, когда мы вспоминаем Твой Голгофский подвиг... Благодарим Тебя, Господь... За кровь Твою, Господь... И пусть будет в этой трапезе... Имя Твое прославлено нашего Бога... Отца, Сына и Духа Святого... Аминь... Пожалуйста, присаживайтесь... Субтитры создавал DimaTorzok... 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 Добавил субтитры... КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Мы станем поблагодарим. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидит Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. И во Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Мы сейчас будем петь благодарственным псалом все вместе за любовь, за милость, за спасение. Это наша благодарность Спасителю Господу заключения нашего богослужения. Спасибо. 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 Аминь. Спасибо. Аминь. Аминь. несется и я господу а а а а а и а и а а Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим, благодарим. Достой Ты вечной хламы, за Твою любовь благодарим. За Твои голдовские страдания, за спасенье дамы и тобой, И за все Твои благодерянья, сердце пусть всегда звучит Твоей. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим. Благодарим, достой Ты вечной хламы, за Твою любовь благодарим Тебя мы. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим. Благодарим, достой Ты вечной хламы, за Твою любовь благодарим. За прекрасный дом лазурным небе, за святую вечность без конца. Благодарим, благодарим, за Твою любовь благодарим. Благодарим, достой Ты вечной хламы, за Твою любовь благодарим. Благодарим, 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 за Твою любовь благодарим. Благодарим, достой Ты вечной хламы, за Твою любовь благодарим. Присаживайтесь. Братья и сестры, наше собрание пришло к заключению. Хочу напомнить, не наши достижения, не наши дела, не наш статус, не тело из-за Твою любовь, кровь и прядая словам нашим силам и освящениям, что мы еще раз воспоминали сегодня участие в этой вечере. У нас будет беседа по подготовке к принятию крещения в час тридцать здесь в зале. А также просьба о том, Даша Малкоч уезжает в Мексику, не на совсем, да, Димаша? Где Даша? Она совсем на миссию едет. Мы просим, чтобы мы помолились и закончим собрание. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, мы к Тебе приходим, Тебя благодарим, Ты достоин славы и поклонения. По милости Твоей мы не исчезли, по милости продолжаешь давать нам жизнь, благословлять нас. За это собрание мы благодарим Тебе, Господи. Помоги каждому из нас приложить Слово Твою к сердцу своему, Господи. Мы опять положили жизнь, чистоту, назначил новое время, которое Ты даровал нам этим участием. Благослови нас в этом, Господи. Мы просто не Тебе, Господи. Те люди, которые приходят в наше собрание и находятся вдали Тебе, и они думают, когда принять решение по терапии этих людей, чтобы этот плод взошел, плод покаяния, чтобы не успели заключить завет с Тобой. Просите, Господи, предстоящую беседу благословить. Также мы особенно просим, Господи, за Дашу, которая уезжает на служение в Мексику. Мы просто не Тебе благослови группу, с которой она отправляет, благослови ее участие. Да будешь Ты возвеличен и прославлен по имя Христа Иисуса сегодня и во веки. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...